Рад приветствовать вас на канале Коинпост. Проверьте наличие подписки на наш канал и приготовьтесь ставить лайки, потому что сегодня мы расскажем про смартфоны будущего, которые работают на блокчейне и будут самыми защищенными, инновационными и функциональными мобильными устройствами. Ну если конечно смогут. Что же такое блокчейн смартфоны или как их еще называют крипто смартфоны и в чем их ценность? Сегодня смартфон это незаменимый помощник, с которым мы практически не расстаемся ни на работе, ни во время отдыха. А кто-то даже женится на своем телефоне, как это сделал один из жителей Калифорнии. А в ряде стран, таких как Индия, многие жители никогда не видели персональных компьютеров и ноутбуков. Для них окном в мир интернета стал именно смартфон. Это устройство, на которое чуть ли не молятся всей семьей и в очередь на его использование расписано на неделю вперед. Спросите себя, чего еще не хватает вашему смартфону? Есть мнение, что ответ на этот вопрос в совмещении технических возможностей мобильных телефонов с инновационными блокчейн-разработками, что обеспечит приватность пользователей и откроет доступ к миру свободному от государств и банков. Ваши персональные данные, финансы и приложения будут принадлежать только вам. И никакой Google, Apple или Роскомнадзор не сможет ограничить эту свободу. Примерно таким и должен быть смартфон будущего. И уже этой зимой на рынке появятся первые устройства нового поколения от двух производителей. Какими они будут, давайте разбираться вместе. Блокчейн-смартфон от компании Seren Labs. Называется Fini и будет стоить 999 долларов. Такой дешевый маркетинговый трюк, чтобы никто не догадался, что они установили ценник в 1000 баксов, будто изобрели 10-й iPhone. Но у этой цены есть и другое объяснение. А именно привлеченной для рекламы этого телефона звезда футбола Леонель Месси, который явно запросил не 1 миллион долларов в качестве гонорара. Надо сказать, что компания-разработчик Seren Labs это стартап, который в конце 2017 года провел успешно ICO и собрал 157 миллионов долларов. За эти деньги они собираются выпустить на рынок блокчейн-смартфон на процессоре Snapdragon 845 с 6 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайт встроенной памяти. Смартфон получит две камеры с разрешением 12,8 Мп, 6-дюймовый дисплей с защитным стеклом Gorilla Glass и аккумулятор емкостью 3280 мАч. Расширить память устройства можно будет SD-картой размером до 2 ТБ. Выглядит все очень интересно, но ведь совсем не это интересует пользователей блокчейн-смартфона. Для них мобильное устройство встроит кошелек холодного хранения, поддерживающий несколько популярных криптовалют. Правда, пока неизвестно, как их именно. И раньше, кроме мультивалютного криптокошелька, обещали шифрование сообщений, использование смарт-контрактов и другие возможности. Увидим ли мы их в релизе, пока неизвестно. Подробнее про крипто-смартфон Fini мы сможем узнать 28 ноября 2018 года, во время официальной презентации, которую проведет сам Лионель Месси. А старт продаж назначен на 15 декабря. И вроде бы на блокчейн-смартфон от Seren Labs уже есть 25 тысяч предзаказов. Другой блокчейн-смартфон уже этой осенью выпустит известный производитель мобильных устройств компании HTC. Их крипто-смартфон называется Exodus и стоит тоже 1000 долларов. Может, они думают, что все крипто-сообщество ездит на Ламборджини и денег не считает. За цену того же 10-го айфона HTC предлагает смартфон с мультивалютным крипто-кошельком с поддержкой биткоина, лайткоина и эфириума, а также сети Lightning Network. Кроме этого, на устройстве будет предустановлена игра крипто-котики и имеется возможность запуска других децентрализованных приложений. Выглядит гораздо круче, чем у конкурентов из Seren Labs, но пока нет нормальной информации о технических возможностях самого телефона. Есть у HTC Exodus и своя звезда, но не футбольная, а криптовалютная. Летом к проекту на правах советника присоединился создатель лайткоина Чарли Ли, но пока что незаметно, чтобы он проводил активную пиар-компанию блокчейн-смартфона от HTC. Остается только надеяться, что Чарли действительно помогает в решении технических вопросов. Главная проблема Exodus заключается в том, что компания HTC сейчас находится в сложном финансовом положении, и их крипто-смартфон может оказаться обычной попыткой срубить денег за счет хайпа на блокчейне. В итоге имеем два блокчейн-смартфона. Первый разрабатывает блокчейн-стартап, который должен разбираться в технологии криптовалют, но почему-то делает упор на технические характеристики, присущие обычным смартфонам. Второе устройство делает компания, которая умеет делать мобильные телефоны, но они наоборот отдают предпочтение блокчейну и криптовалютам. И скорее всего, в обоих случаях мы получим просто смартфон с мультивалютным криптокошельком. Что по сути можно сделать уже сегодня из любого телефона, установив на него соответствующее приложение, и заметьте, совершенно бесплатно. Возможно мы ошибаемся, и блокчейн-смартфоны станут настоящей революцией в технологиях. Мы даже будем рады этому и сделаем видео о мобильных устройствах нового поколения, но пока для такого развития событий нет никаких предпосылок. Напишите в комментариях, ждете ли вы блокчейн-смартфоны или считаете их ненужной тратой денег. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, чтобы получить еще больше новых интересных видео. А на этом сегодня все. Спасибо за просмотр. Канал о криптовалютах Коинпост. Подписывайся и просвещайся! И приготовьтесь ставить лайки. Готов.